Всем привет! Вы на игровом канале Барон Аграфона. И мы сегодня с вами посмотрим новый выпуск Баронского закупа. У нас будет сегодня 4 игры на Nintendo Switch и Амиба, которые видите прямо перед собой. Давайте с неё и начнём. Это Амиба по игре The Legend of Zelda Skyward Sword HD, которая вышла достаточно недавно и Амиба вышла прямо на релизе с этой игрой. Мне эта Амиба понравилась своими визуальными. Она очень достаточно красивая. Тут два персонажа, тут принцесса Зельда и небо крыло. Вот такая птица. В этой игре очень много таких птиц. Можете с помощью этих птиц перемещаться по разным локациям. Также эта Амиба, как и все Амибы, имеет какие-то возможности. А вот эта Амиба имеет возможность в любой точке мира этой игры телепортнуться на эту птицу и отправиться дальше исследовать другие локации. Многие считают это читом, потому что, чтобы, допустим, в оригинале на Wii отправиться в небеса, называется, сесть на эту птицу, лететь дальше, надо было искать такие точки на карте. Только с этих точек вы можете телепортироваться на эту птицу. Но нам сделали так, что прославим Амиба, и мы сразу же оказываемся на птице. Да, достаточно такая читерская возможность. Даже где-то я видел комментарий, что Nintendo начали монетизировать читы и так далее. Ну да, такая не очень приятная, скажем так, плюшка эта Амиба. Но мне главное, это визуальная Амиба, что она очень красивая, достаточно детализированная. И знаете, что самое, наверное, неприятное за последнее время, это то, что Амибы, видимо, подорожали у нас. Потому что, наверное, кто помнит, очень давно Амиба стоила вообще по 800 рублей. Потом цена выросла до 1400. А вот эта Амиба, допустим, стоит 2,5 почти, уже 2,4 рублей. И это очень дорого, я считаю, для Амибы, вот такую маленькую. И почему-то это реально... До этой Амибы были еще монстры Хантеру Амиба. Они тоже стоили 2,5 и 3, самая большая Амиба. И мы, наверное, все думали, что это просто монстры Хантер, ограниченные Амибы и так далее. То есть их не везде можно купить. А вот эта Амиба будет везде, и можно будет купить за нормальные деньги 1300-1400. Но нет, и эта Амиба стоит 2,5. Я же видел комментарии, что думали, что она большая фигурка и так далее. Почему такая цена такая завышена? Целую тысячу больше, чем было раньше. Но нет, я вас уверяю, это обычная Амиба, такого же размера. Может, возможно, повыше за счет птицы. Но сама коробка, она не больше, она такая же. То есть Амиба мелкая. И, видимо, просто подорожали у нас Амиба. Конечно, на 1000 рублей это жестко, но... Ну, такие вот. И поэтому тут вышли Амиба по Monster Hunter Stories 2. И я решил их не брать, потому что, ну, 8 тысяч за 3 Амиба отдавать. Я лично считаю это очень дорого. Поэтому, возможно, когда я их куплюсь, я их не разберу когда-нибудь. Но сейчас за момент покупать по цене двух игр на Nintendo Switch на релизе, я считаю, очень дорого. Поэтому вот такая Амиба, я взял себе в коллекцию, совершенно красивая. Будет украшать полочку. И давайте с вами перейдем к игре по этой же Амиба. Это игра The Legend of Zelda Skyward Sword HD. Это оригинал игры выходил еще на Nintendo Wii. И вот дальше могли играть еще на нее на Nintendo Wii U. И вот нам перенесли игру, сделали такой ремастер игры на Nintendo Switch. Игра получила много очень интересных плюшек, в отличие от версии на Wii. Это самое главное для нас, русских людей и жителей СНГ, то, что в игре игра на русском языке. То есть игра имеет русские субтитры, что достаточно для многих считается важным фактором. Потому что я знаю много людей, которые говорят, что нет русского языка, я не покупаю игру и так далее. Многие игры проходят шикарные игры без знания русского языка. Да, это, конечно, всегда обидно, когда твой рынок проходит, разработчики не хотят локализовывать игры. Но, знаете, можно... Получится так, что какая-нибудь шедевральная игра пойдет мимо вас. Из-за знания языка. Получается, проходить эту игру... У меня тоже был такой момент, когда я мог не поиграть в Fire Emblem Three Houses. Но я взял переводчик, стал переводить. И для меня одна из самых лучших игр на Nintendo Switch. Поэтому, я как говорю в многих роликах, попробуйте с переводчиком. Я даже видел комментарии, что люди пишут, что... Неудобно, допустим, в дороге переводить. Да, в дороге неудобно. Но, допустим, если очень хочется поиграть в игру, то можно прийти домой, ставить док-станцию и переводить. Я никого не призываю, просто рассказываю, что так можно делать. И это достаточно, как по мне кажется, удобно. Также я ее переводил в портативном варианте. Ставишь консоль на стол и переводишь. Достаточно тоже удобно. Но эта игра имеет русский язык. Дальше эта игра улучшили текстуры. То есть, здесь у нас HD. Тут же у нас с вами 60 FPS. Это первая изделия, которая имеет 60 FPS. Поэтому очень классно. К тому же изменили управление. Раньше, вы, наверное, знаете, на Nintendo Wii играть надо. То есть, машешь геймпадом, вот так, в ремоутом. И персонаж бьет мечом и так далее. Сейчас этот режим тоже остался. Теперь вы можете махать Joy-Con. Но также добавили управление кнопками. То есть, спокойно можете с помощью стиков имитировать махание мечом и так далее. Ну, я вам скажу так. Я поиграл в эту игру минут 20. И мне кажется, я не буду играть в эту игру в портативном варианте. Я буду играть на Pro-геймпаде. Либо уже с помощью Joy-Con'ов отсоединенных. Чтобы махать мечом. Потому что игра на 30 часов. И у вас стики от этой могут очень сильно задрифтить. Если вы все время будете махать мечом с помощью стиков туда-сюда, туда-сюда, у вас 100% задрифтят стики к концу игры точно. Потому что надо сражаться. Монстров много, врагов и так далее. Многие механики с этими возможностями нацелены. Поэтому я считаю, играть нужно только в стационаре. Но, естественно, если кто... Я никак не говорю, что теперь надо играть только так. Если вам удобно найти в портативе. Ну, я уже испортил, получается. У меня сломалось уже 3 пары Joy-Con'ов. 2 Joy-Con'ы и 2 пар задрифтили. А на другом сломался Bluetooth. Я не хочу ломать последнюю пару Joy-Con'ов. Поэтому я для себя лично не буду рисковать. И не буду проходить эту игру в портативе. Пройду ее через телевизор. Нормально, красиво и удобно самое главное. И надеюсь... Вот у меня уже, наверное, года 3 Pro-геймпад. И он, слава богу, не задрифтил. Поэтому буду проходить только на Pro-геймпаде. Я поделал 20 минут. И впечатления от игры достаточно необычные. То есть видно, что игра сделана несовременная. То есть вышла достаточно давно. Уже 10 лет этой игре. Поэтому... Или не исполнилось пока 10 лет. Но вышла она в 2011 году. Поэтому я взял поиграю в эту игру. И, возможно, с ним какой-нибудь обзор. Или мнение по поводу этой игры. Пока главное себя заставить поиграть. Потому что 20 минут первых они показались достаточно скучными. Но я все-таки люблю серию сложных Тазельда. Там есть какие-то, знаете, загадки. Я люблю загадки этой серии. Поэтому главное дойти мне до первой загадки в этой игре. И я думаю, игра меня завлечет надолго. Следующая игра тоже вышла в этот же день. На картридже. Но до этого она, на неделю раньше, вышла в цифре. То есть кто покупает в цифре, мог спокойно купить эту игру в цифре. А те, кто собирает только картриджи, пришлось покупать через неделю. Это игра Monster Hunter Stories 2. И я вам скажу так, месяца три назад, эта игра была на первом месте в моем списке самых ожидаемых игр года. Я очень люблю JRPG. А эту еще игру перевели на русский. То есть она имеет русские субтитры. Что для JRPG это достаточно мощно. И молодцы к эпкам, что начали этим заниматься. Также они перевели Resident Evil 8. Хотя и седьмая тоже была переведена. Но это прям с озвучкой переведена. И к тому же, что они перевели еще? Monster Hunter Rise перевели для нас тоже. Это тоже шикарная игра Rise. И то, что у нее тоже есть русский язык, это шикарно. Особенно такие нишевые игры, как JRPG перевели. Monster Hunter Stories 2. Я этому очень рад. Поэтому эту игру, я вам скажу так, очень сильно ждал. Но потом нам анонсировали демо-версию. И я решил скачать демо-версию, принос сохранения и так далее. Думал, я тогда ищу игру. И поиграв в эту игру, пройдя демо-версию, я вам скажу так. Демо-версия вроде достаточно длинная. Но мне она показалась очень скучной. Я просто себя заставлял пройти демо-версию до конца. Ожидая, что не более-менее интересно именно для себя. Эта игра, это Monster Hunter плюс покемоны. Здесь очень много механик покемонов. Вы собираете монстриков. Они, так и называются, монстрики. Выращиваете монстриков. Как-то комбинируете их способности, чтобы создать более мощного монстрика. Выращиваете и так далее. Также здесь есть сюжет. И говорят многие обзорщики, что сюжет неплохой. За ним интересно следить. Вот это меня больше всего и привлекает. Надеюсь, мне это и понравится. К серии покемонов я отношусь... Знаете, мне покемоны, которые выходили недавно, вот эти покемон, шилд и сорт, вот они мне не понравились. Именно мне показалось, они слишком пустые. То есть мне ловить покемонов, искать их, мне это не интересно. То есть я прошел игру, собрал достаточно сильных покемонов, победил всех боссов в этом покемонах. Шилд у меня версия была. И все. Мне дальше не захотелось собирать весь покедекс и так далее. В этой игре тоже самое, надо собирать монстриков, но это мне лично неинтересно. Я, возможно, пробегусь по сюжету. Возможно, меня эта часть заувлечет, потому что... Возможно, здесь будет интересно собирать этих монстриков и так далее. Потому что это игра на русском языке. Но я взял эту игру только на релизе, именно только из-за того, что игру перевели на русский язык. Так сказать, поддержать разработчиков. То есть я считаю, что нужно не ныть, что игры не переводить, а именно покупать их. Вот видите, что разработчик выпускает игру на русском языке. Нужно поддержать разработчика. Я так и сделал. Я решил поддержать разработчика. Взял игру на русском языке. И надеюсь, дальнейшие игры Capcom будут тоже переводиться на русский язык. И ниши, такие как JRPG. И другие игры от этой студии. Мне очень нравятся игры Capcom. Resident Evil их не разные. И поэтому я все-таки дам шанс этой игре, поиграю в нее. И надеюсь, мне она очень понравится. Но, если судить по демо-версии, она мне показалась достаточно скучной. Но я вам скажу так. И Monster Hunter Rise мне показался скучной, если считать по демке. Но после того, как я открыл полную версию, мне эта игра просто стащила. Я просто убрал от себя картридж подальше. Потому что я мог все время играть только в эту игру. Очень взлепательная была игра. Вот эта, я надеюсь, все-таки другой жанр. Разве больше JRPG. Они не должны сражаться с гигантским монстром. Тут пошаговые бои. Пошаговые бои мне очень понравились по демо-версии. Надеюсь, и здесь они тоже шикарные. Отложу. И, обязательно, поиграю. Конечно, есть какие-то проблемы с FPS. В демо-версии они тоже были. Это видно. Но, надеюсь, не будут такие категоричные, чтобы испортить впечатление о игре. Следующая игра, которая вышла еще в мае месяце. Хотел ее прямо с релиза. Хотел ее купить прямо на релизе. Потому что мне было достаточно интересно играть в эту игру. Я никогда не играл ни в одну часть этой серии. Но у нее много фанатов. И я решил дать ей шанс. Но, вы знаете, я увидел в магазинах, появились версии. Думал, куплю себе физическую версию игры. А, оказывается, нам завезли в коробочках коды. И говорю о игре Shin Megami Tensei 3 HD. И эта игра очень старая. Она выходила еще вроде бы в времена PlayStation 1 первая часть. И многие фанаты считают третью часть очень хардкорной, интересной. И я посмотрел много обзоров про нее. И сама серия... Я вот захожу в разные паблики и вижу, что многие люди говорят, что шикарная серия, надо поиграть. Четвертую на 3DS очень хватит. И я решил взять эту игру и поиграть. Думаю, может мне понравится релиза РПГ. И возможно мне это тоже понравится игра. Но нам завезли код. Именно в Россию завезли код. Самое главное, что... Есть европейская физическая версия, есть американская, как у меня, физическая версия. А в Россию привезли код. Почему? Я даже заходил, писал поставщикам в Россию. Это Stoff Club писал... Узнавал, почему все-таки нам завезли коды в коробке. Они сказали, что все претензии к Sega. Sega издатель. К ним и обращайтесь. Мы только распространяем на этой территории коды в коробке. Sega, естественно, никто писать не стал. Понятно, что я прохожу мимо этого кода. Пришлось искать на других площадках. На плейазе как-то она стоила дорого. Я нашел более-менее адекватные цены на ebay. Купил на ebay. Пришла ко мне версия этой игры. И я в ней обязательно скоро засяду, поиграю. Потому что здесь поправили текстуры. Говорит, проблема с FPS есть. Но надо ознакомиться с этой игрой. К тому же скоро выходит пятая часть. Поэтому надо подготовиться и быть уже готовым к пятой части. Чтобы хоть знать основу. Потому что, скорее всего, переработали. Эта игра еще входила на PlayStation 2. Большая вероятность, что много чего изменят в пятой части. Но все-таки какие-то базовые механики, скорее всего, оставят. Поэтому обязательно поиграю в эту игру. И, возможно, какое-нибудь мнение в будущем выскажу. Также я забыл вам показать, что находится во внутренней арте этих коробочек. Здесь не находится ничего. Но давайте я вам покажу, что здесь хотя бы находится физическая версия. Чтобы никто не сказал, что у тебя у код. Нет, вот, физическая версия игры. Шин Мегамент НС3 Ноктюр. И давайте посмотрим сразу эти версии. Чтобы показать вам, что там за арты. Достаточно красивые арты. Мне очень понравились. Здесь уже код. Можете активировать. Он уже давно активирован. Бонус я получил. Поэтому можете даже не пытаться, друзья. Если было бы два кода, естественно, я бы вам отдал. Но мне тоже интересен был этот костюм. Я уже активировал. Очень красивый арт. Нарисован мир игры. Тут слышал вам несколько локаций. Нет, то есть полного открытого мира. Большие локации есть. И давайте посмотрим с вами на зелью. Какой здесь арт. Нас встречает Линк. И логотип. Зелья Skyward Sword. Да, прикольно. Сейчас с вами выставим все карики. И перейдем к последнему карику. Но не по качеству. А потому что вот на плей-айзе сейчас проходила акция. Весь июль была акция. Небесплатная доставка. То есть покупаете игру. Бесплатная доставка вам идет в вашу страну. Очень выгодная акция. Я хотел очень много всего заказать на этой акции. Но по другой причине. Я даже вам скажу по какой причине. Вы видели уже видео у меня на канале было. Я рассказывал, что купил себе PlayStation 5. И есть кому интересно. Есть на канале уже обзоры к самой консоли. Поэтому кому интересно, приходите. Там я рассказывал первое мнение по этой консоли. То есть эта игра тоже, можно сказать, что пятая PlayStation входит в баронский закуп. Просто я сейчас ее не показываю. Она стоит уже на своем месте. Я в ней уже активно играю. И обязательно в ближайших видео расскажу вам, как все-таки сравню с Xbox. Расскажу, сравню с PlayStation 4, который у меня был год назад. Своему мнению по поводу этого. И вот поэтому пришлось покупать PlayStation 5. И поэтому лишних. Бюджет не позволял купить какие-то игры. Но хватило только на одну игру. Это была игра. Crash Bandicoot 4. У нас вроде называется... Так. It's about time. Дело времени вроде называется у нас. Русская локализация. Эта игра имеет русские субтитры, к тому же. Картридж у меня американский. Потому что американский на плей-ази дешевле, чем европейский. Даже вроде почти на тысячу. Нет, рублей на 600 вроде дороже. Поэтому мне лично не имеет значения какого региона. Конечно, желательно покупаю в большей степени европейки. Но и от американки. Если американка дешевле, достаточно... Если там, допустим, разница 100-200 рублей, То, скорее всего, я возьму... Да нет, я все равно возьму американку, друзья. Все-таки переплачивать даже пару сотен за то, что в другого региона я считаю для себя лично неправильно. Поэтому чем дешевле версия, та же самая версия. Главное, есть русский язык. Я в эту игру тоже поиграл. Прошел несколько уровней. И игра прям очень понравилась. Очень классный платформер. Я играл в трилогию. И я вам скажу так, графика в этой игре лучше, чем в трилогии ремейков, которая выходила на Nintendo Switch и на другие консоли. Я именно сравниваю с версией, которая выходила на Nintendo Switch трилогии. То есть она выглядит лучше, чем Crash Bandicoot, трилогия, вот эти ремейки, именно на консоли Nintendo Switch. Эта часть прям классно выглядит. К тому же разработчики именно какие-то графику сделали. Не в плане, как, знаете, мыло добавили, а именно переработали внешний вид игры, чтобы игра не казалась настолько мыльной. Поэтому эта игра продается даже в магазине дешевле, чем, допустим, физические версии других игр. Вот там, здесь можно похватить Activision, то, что они так сделали. Но, как коллекционер, картриджи, скажу вам, один из главных минусов. Нет никакого внутреннего арта. Activision, я знаю, уже всегда давно, они никогда не кладут никакие мануальчики. Нет, кстати, был один мануальчик какой-то, реклама ихней игры. И визуально здесь ничего нет. Вот такая вот у нас сегодня воронский закуп получился. 4 игры Nintendo Switch, PlayStation 5, про который я вам рассказал. И фигурка Амиба, достаточно классненькая. Обязательно пишите комментарии, подписывайтесь на канал, друзья. И всем удачи, и пока!